Всем здорова, мужики! Канал Владимир Шамшурина, и с вами я, Юрий Сенцов. Хочу вам рассказать одну такую интересную историю. Она довольно часто встречается, но тут прямо как-то она мне отозвалась. Я хотел о ней вам рассказать. Возраст человека, который звонил, взрослый дядька, 40-летний, представился, чем он там занимается, сказал, что у него не так все плохо с женщинами. Ну, как бы есть нюансы, ради которых ему нужно приехать в тренинг. В общем, он объяснил, что не надо решить тот вопрос, этот закрыть, тот закрыть, и я хочу для этого приехать в тренинг. В общем, мы с ним побеседовали, я ему там рассказал, что у нас там происходит, как мы там тебе будем помогать. Он сказал, все классно, все круто. Но теперь я должен взять там два дня подумать, и в понедельник мне нужно узнать, отпустят меня с работы или не отпустят. В общем, то есть он сказал, что здесь я приехать сам готов, но от меня ничего здесь не зависит, я ничего не решаю. Он ходит на свидание и говорит, что мне почему-то на свиданиях женщины со мной не задерживаются, они потом не вызваниваются больше, они там отказываются со мной встречаться. Ну, в общем-то, этот конкретный вопрос он хотел в том числе прорешать на тренинге на нашем, но вот в данный момент он взял паузу для того, чтобы дождаться понедельника, и, собственно говоря, если его отпустит начальство, он решит свой вопрос. Вот, парни, вы потом как бы не удивляйтесь, почему женщины не хотят с вами общаться. То есть, ну, сейчас будет, возможно, куча там каких-то от вас полетит, там, я работаю там на железной дороге машинистом, поэтому если я в эти выходные работаю, то значит, ну, как бы все капец, и то есть тут меня точно не отпустят, потому что у меня там такая работа. Это, возможно, тоже будет как бы хорошей отмазкой, но даже суть не в этом. Суть в том, что человек, который звонит и хочет решить свою, как бы, одну из самых главных проблем, то есть, а ему за 40 лет, в общем-то, и за 40 лет он не знает, не умеет и не понимает, как себя вести с женщинами, и, честно говоря, из того опыта, который у него есть, он его применяет таким образом, что женщины с ним не остаются даже на свидании. То есть, каким-то образом там у него получается знакомиться, каким-то образом там они ходят на свидание, но, в общем-то, после свидания с ним никто не остается по одной простой причине, что, как я понял, женщины не хотят ничего иметь общего с мужиками, с мужчинами, с молодыми людьми, которые не берут на себя ответственность и не берут все в свои руки. Потому что женщина, она априори считает себя хрупкой, она хочет защиты, она хочет, чтобы ей нужна была опора. Пример по работе – это один из десятков ваших поведенческих ситуаций, которые, когда вы сидите там, общаетесь на свиданке, вы даже не подозреваете, что уровень вашего мышления, уровень вот этой подачи, когда вы с ней, в общем-то, ведете диалог, это все считывается женщиной, они более тонкие существа в плане того, что они это все чувствуют, они это все чувствуют, это все считывают, когда сидит мужик и транслирует то, что он что-то там не может, что-то от него не зависит. Понятно, что мы не всесильные, хотя есть мнение там, что человек может все, но на нас так или иначе давит определенное количество факторов, из-за этого у нас там возникают какие-то сложности, трудности, препятствия. Но я так скажу, что есть же успешные люди, а есть неуспешные. Так вот, успешный человек – это который все-таки преодолевает и умеет решать вот эти вопросы с наслаивающимися постоянно в течение всей жизни какими-то препятствиями, какими-то вот новыми преградами. И умение решать вот эти вопросы, умение подходить к этому грамотно – это и отличает как бы ответственных людей, как бы от безответственных, в том числе имеется в виду по отношению к себе и к своей жизни. И когда ты не управляешь своей жизнью, а ей постоянно кто-то, твой директор, твои родители, в зависимости от того, сколько там тебе лет, то есть если ты не управляешь своей жизнью, какой ты нахрен, там, глава семьи и поддержка, то есть если ты своей жизнью управлять не можешь, как ты будешь управлять жизнью своего подрастающего поколения, своих детей, своей собственной жены? Это все считывается, потому что когда у вас идет диалог на свидании, ну, вас там видно, потому что вы так мыслите, нет привычки, нет привычки. Даже в 40 лет, даже там в 50, я не знаю, нет привычки работать со встречными сложными ситуациями. Вот эта реакция, я понимаю, что там, возможно, есть какой-то страх. Есть определенное количество людей, которые хотят ехать на тренинг, но сомневаются и думают, переживают, потому что им там нужно подработать и столкнуться со своими страхами. Это тоже, как бы, имеет место быть, но, опять же, как бы, сиди дальше дома, тогда, как бы, ядрочи, то есть скоро тебе там будет, вот, в общем-то, протяние. Неумение грамотно принимать решения, неумение определиться там, то есть вот это межевание и ожидание того, что за тебя сейчас там примет решение твой начальник, и он решит, идешь ты на тренинг или на свидание, или куда там угодно. В общем, там все зависит не от тебя. Но неужели непонятно, что таких мужчин не выбирают женщины? Им нужна поддержка, им нужна опора. То есть они, женщины, когда заходят в семью, она автоматически, мужемысленно заходят туда не одна со своим будущим потомством. Она рассчитывает на того мужчину, который ей будет давать защиту, который сможет разобраться с любой ситуацией, потому что у него есть навык управлять своей собственной жизнью. Ну, то есть это приходящими вот этими встречными ситуациями, которые происходят так или иначе с определенной периодичностью, то есть они происходят всегда. Вот этих людей видно, но в основном вот это люди-бизнесмены, которые знают, что они могут, входя в новое дело, проиграть и выиграть, в общем, но это как бы проигрыш, они неизбежны, но, как мы все знаем прекрасно, все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Поэтому в этом деле тоже нужен опыт. Чтобы этот опыт был, нужно пробовать и пробовать каждый раз совершать как бы вот эти поступки. Я знаю очень много случаев, когда ребята приезжают в наш тренинг, делают какие-то липовые справки, потому что у нас достаточно как бы разносторонний контингент студентов до 50-летних, то есть целевая мужская аудитория, у которых плюс 18, у которых пока еще стоит. В общем, ну, я надеюсь, наверное, иначе зачем как бы ходить на тренинги. Ты когда сидишь на свидании, когда ты общаешься, любой там задержка заказа, в общем, официант куда-то пропал, и, то есть, ваша реакция там в моменте, ну, кто-то будет сидеть ждать, кто-то там встанет, как бы подорвется, свистнет, кто-то там что-то еще сделает, но, в общем, те действия, которые происходят в моменте, как бы они вас и характеризуют. Вы не удивляетесь, почему у вас на свиданках там образуются провалы, когда вы обучаетесь в тренинге вот этим первым азам, как подойти, как взять телефон, как обработать возражение, то есть, вот это все упаковочку, которую мы вам представляем, то есть, вы грамотно заворачиваете и покупаете эту женщину в моменте там на улице, когда вы знакомитесь с ней, но когда вы приходите на свиданку. Люди, которые мало что сами решают за себя в своей жизни, но они часто там прокалываются из-за того, что по ним, ну, как бы видно, что мужик, он безответственный, то есть, ни в коем случае не вздумайте на свиданке произносить такие вещи, как я не знаю за меня там, вот, в общем, если там начальник решит, если там что-то там случится, то есть, тогда только мы с тобой вот это сделаем. Трансляция нужна, как бы, противоположная со всем, то есть, ты должен говорить, что я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы у нас вот получилось вот это, вот это, вот это, вот это. То есть, я пока, может быть, даже еще не знаю, как я это сделаю, но я это сделаю любым, ну, как бы, доступным способом. То есть, я что-то придумаю, я что-то придумаю, даже если вы действительно на сегодняшний день еще пока не знаете, но вы уже пообещали и вы должны пытаться это сделать как бы как минимум пытаться то есть вот эти попытки они будут приводить как бы практике практике к навыкам к навыкам решение вопросов и ситуаций понятно что ситуации как бы могут быть разные абсолютно они могут быть и рабочие семейные но отсутствие навыков постоянного решения ситуации то есть навык это то есть это как бы практический опыт с пониманием как решать проблему вот это и есть навык то есть ты когда грамотно встраиваешь эти навыки то есть в любую сферу это начинает работать и вот грамотное встраивание навыков она всегда приводит как бы хорошему результату качественному результату поэтому люди с отсутствием определенных навыков вас видно вас сразу же видно когда вы сидите общаетесь элементарно сидя в кафе в ресторане доходит до какого-то решения вопроса там о блюду по там по задержке официанта почему угодно как бы вот это видно то есть нетренированного человек это видно поэтому сидя дома ни хера не делая и в 40 лет свали ответственность на кого-то там ты будешь сидеть один дома и дрочить то есть им ждать пока на свиданке либо ты и там подпоишь эту бабу либо там придет уже настолько уставшая телка от того что она тоже уже ползает по тысячи свиданий и ни с кем не может устроить свою судьбу как бы вы там опять с друг другом сойдетесь то есть это не выбор это не выбор то есть вы не выбираете так как говорится вам вам просто повезло что вы там дотащили себя там эту бабу до свиданий и поле менее посмотрели друг на друга но потом с этим могут быть проблемы уже в вашей обычной личной жизни я вам настоятельно рекомендую практикуйте вот получаете эти навыки решения вопросов то есть берите на себя ответственность пробуйте это делаете потому что вот этот стержень мужской в том числе поется из ну как бы тренируется таким образом вы практикуете навыки общения навыки решение вопросов надо пробовать ребят все делать для того чтобы там добиваться своих целей и брать на себя ответственность что-то я буду сейчас решать я это буду делать но не просто уже сегодня было тяжело слушать когда сорокалетний мужик говорит что я готов прикину от меня ничего не зависит сука в 40 лет от тебя ничего не зависит так зачем ты нужен бабе если от тебя ничего не зависит куда она с тобой пойдет как она пойдет за тобой если от нихера от тебя не зависит что вот что она с тобой будет делать к вам придут домой я не знаю какие-то грабители там мужики и в общем ну то есть как она может на тебя рассчитывать если она уже слышала тебя что ты ничего не решаешь от тебя ничего не зависит думайте что говорите там на свиданиях вообще то есть да вообще думайте что говорите то есть вы транслируете туда такую хренатень когда женщина это слышит на общем-то снимание перекладывание ответственности на других людей вы только задумайтесь что вы когда говорите что они вот это есть такая ключевая фраза они во всем виноваты они меня не отпустили они мне помешали они закрыли дверь в общем они 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 вот когда будет я все сделаю то есть тогда за вами женщины пойдут тогда они будут оставаться на свиданках тогда они будут приходить и на вторые свидания тогда они будут приходить к вам домой будет секс будет все нужно только взять на себя ответственность очень часто даже это решается в какие-то поведенческих вот и явления когда вы приходите на свиданку и переживаете за то что будет секс или не будет секс или будет секс или не будет секс и вас всю свиданку трясет и мандражирует и вы возьмите на себя ответственность за то что у вас может не получиться ну возможно такой расклад что даже применяя техники пикапа, вы все знаете, что у нас тоже есть некая конверсия. Не все женщины дают телефоны, не все женщины вызваниваются, не все женщины ложатся с вами в постель. То есть, когда мы об этом знаем, мы ведем себя достаточно спокойно, потому что, ну, как бы, случаев таких уже было много. Поэтому ты, когда приходишь на свидание, ты делаешь, конечно, все для того, чтобы у тебя там случился секс, но ты понимаешь, что может быть и отказ. И это не смертельно. То есть, ты не выглядишь, там, голодным, ты сидишь и ведешь себя спокойно и достойно. Потому что взял на себя ответственность, что результат может быть, как бы, любым. А вот эти маленькие мальчики-юноши, которые хотят только вот, ну, штопают ножками, они хотят получить вот только желаемого, и все, я больше, ну, как бы, другого расклада не вижу. То есть, когда у них, тем более, им еще отказывают, то есть, начинается истерика, начинается паника. В общем, ну, такое достаточно немужское поведение, потому что непонимание, что, ну, как бы, проигрывать, это тоже, как бы, часть вот этой всей большой игры. То есть, это часть твоей закалки, часть строительства тебя, как мужчин. То есть, мужчина должен уметь проигрывать. За этим на себя нужно брать ответственность, что ты можешь проиграть, но ты отряхнешься и пойдешь дальше. Если все это дело финалить, ребята, там, неважно, это вам, 40 лет или, там, не знаю, 20, начинайте брать на себя ответственность. Не надо женщинам слышать, что у вас что-то не получается, потому что это они, условно, там, работодатели, мамы, бабушки, братья, сестры, там, охранники, кто угодно. В общем, ну, надо брать на себя ответственность, решать вопросы. Женщины это чувствуют, женщины к таким мужчинам тянутся. Собственно говоря, по этой теме очень много разной везде есть информации, как бы, вы можете это все лопатить, смотреть, но без того, что, кто еще не понимает, что такое ответственность, как ее на себя брать, задумайтесь над этим вопросом. Вот, ребята, кто подходит уже, кто что-то там делает, задумайтесь об этом. Мы тоже об этом много говорим в тренинге, потому что просто выпускать чуваков, которые занимаются пикапом и никак не растут. То есть, у нас, кстати, был один случай, тоже в нашем чате, один из участников ему, он уже два года назад закончил тренинг, он все еще себе не может найти женщину. И там бывают такие случаи, когда ребята просто из года в год, научившись, там, брать телефон и ходят в поля, как бы и не развиваются, и не растут, потому что остаются мальчишками, до сих пор просящими эти телефоны. Парни, как бы, ну, нужно брать новые высоты, новые вершины, нужно расти. Чтобы расти, нужно брать на себя ответственность, что я сейчас, сегодня буду делать что-то новое. Я рассказывал в своих видео, что я не ходил ни на одно свидание, не задирая там себе планку. Я брал на себя полную ответственность, что свидание может провалиться, потому что я сейчас буду нарушать все правила и буду там стараться ее там засасывать после получаса там знакомства, а у меня, допустим, стоит там провести трехсвиданку, а я что-то подумал, не, нахрен, сегодня будет засос в губы. Ну, я так решил, я хочу попробовать, то есть я беру на себя ответственность, то есть я пробую и у меня получается. А может быть у меня не получается, а хрен знает, как бы не попробуешь, не узнаешь. Поэтому берите на себя ответственность, берите себя за яйца, идите в поля, действуйте, работайте, классно проводите свидание. И пускай в ваших неудачах не будут виноваты ваши работодатели. Все, пока.